салюта сьон дорогие друзья с вами дода и игра планетбас продолжаем и такс поехали такс что у нас тут и где так давайте во первых ускоримся вот но во вторых у нас с вами все в принципе хорошо так значит начнем а с вами осталось вообще до как бы конца да во первых нам нужно с вами построить монолит ветрогенератор у нас тут своими на нас чё тут с вами только нету в постройках так вперед девочки давайте 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 шевелимся а кстати смотрите уже роботы пошли работать это хорошо так что ждем пока у нас все хорошо все есть главное что еда есть это самое главное на самом деле так входящий вызов но давайте дадим им разрешение на посадку сколько вас тут 12 человек и все с радиационным заражением елки-палки надеюсь у нас хватит аптечек да у нас хватит аптечек медик ты чё стоишь вперед у вас тут куча проблем все медики сюда вот отлично так а чё койки то пустые вперед у нас тут кажется дофига было больных то что это с ним грипп у него грипп нифига себе так ветрогенератор построен это отлично так какие то у нас тут чуваки с гриппом ну а на благо вроде мы уже всех вылечили если что да птичек на них тратится много ну ладно не страшно так здесь мы ждем еще четыре вот этих штучки электроплаты ну окей ждем так извиняюсь я просто хотел кстати извините да что ж такое ну как всегда вы так садишься записывать ролик и начинаешь так хочу оставить только торговцев только торговцев хочу видеть ой извините хочу видеть только того да у нас куча людей с гриппом елки-палки так а у нас практически катастрофа случается случилось ладно вроде с гриппом у нас больше никто не это самое да отлично 240 монет они заплатили неплохо пойдем в том что у нас заболел медик и это тоже могла могло стать проблемой почему этот биолог использует эту кровать а он типа от здоровья восстанавливает окей так ну что там осталось еще две электроплатки это хорошо хорошо что осталось совсем немножко то у нас немножко производства встала из-за того что сейчас все ресурсы уходит на этот чертов монолит так ну вроде как все больше никто не болеет слава богу посадочные площадки у нас пусты ждем торговцев мне надо купить днк помидора и это в принципе по моему последнее что мне нужно по технологиям до последнее и было бы неплохо чтобы она пришло к нам чуть побыстрее потому что говоря откровенно не очень то все хорошо у нас так у нас с вами кстати мало еды давайте-ка решать эту проблему стеллаж с салатом дополнительные стеллажи с луком стеллажи с редиской грибы так я поставил стеллаж с луком это очень плохо надо ставить стеллажи с гмо луком конечно же горох рис картофель вперед давайте пластик сюда и роботов строителей сюда же да радует что они весьма быстро строят все отлично настроено монолит ура достигнута мания величия все есть вы доказали что способны на все да мы красавчики это просто отлично ну а ну все давай давай так давайте я поставлю на первую скорость просто вам покажу что это за монолит то есть во первых он дает 60 престижа а во вторых он выглядит вот так то есть это реально просто черный монолит на подставке и все мега помпезное и абсолютно бесполезное сооружение чистая правда так что у нас кстати по базе так энергоколлекторы начали подниматься вроде как но они еще пока никак не могут завидеться по полной надо бы им помочь так вот здесь вот можно площадочками аккуратненько вот тут вот перешагнуть границу пожалуйста только видимо здесь неужели тут нельзя да тут можно разместить именно площадку поставить витрогенератор ну давайте чем место то пропадать негоже ведь согласитесь о вот тут давайте поставим больше увы не встает потыкаем вот так вот может быть тогда хотя бы вот таким образом кстати что у нас по воду экстракторов воды ну на грани на самом деле ну ладно так торговый корабль приземлился к сожалению это сырье ну что в принципе неплохо с одной стороны а с другой нафиг не нужно к тому же с такой комиссии построен витрогенератор это очень хорошо кстати можно еще знаете что сделать запросить биологов да так что у нас по роботам роботов-бурильщиков всего два а чё так мало то ну а на самом деле понятно почему их так мало потому что ресурсы сейчас все уходят на постройку так ооо на нас напали а нет это биологи господи я забыл что я запросил биологов точно прибыло три биолога ну принципе можно еще троечку и закончим на этом с приемом биологов да отлично дополнительные электро точки вот это это нет вот не вот это торговый корабль ощущение что днк гомо помидоров мне никто не привезет ладно сколько у тебя комиссия 65 процентов да нафиг ты мне нужен так прибыли еще три биолога хватит пока что все ждем торговцев все дополнительно у нас шесть биологов появилась надеюсь что они будут упал быстрее и получше выполнять свои обязанности так что у нас по энерго коллега вооо пошло восстановление отлично по воде пока все хорошо кислородный баланс ну пока можно сказать что нормально количество блюд в принципе стабильно да все везде где я мог тыкнуть по моему я уже тыкнул просто ждем господи днк гмо помидоров алё мне чё игра забыл что ли что мне его надо дать жду этих торговцев как у моря погоды о вот отлично пошло пять роботов-будельщиков кстати у нас роботов-перевозчиков 44 а я сколько просил а я просил 50 окей давайте купим кстати роботов-перевозчиков и роботов-будельщиков и вот это тоже купим ну а что почему нет за аптечку и за деньги так будет побыстрее ну а деньги нам все равно некуда девать мы же скоро заканчиваем эту базу так что у нас уходящий вызов небольшая группа облученных атомщиков просит разрешение на посадку ну давайте да их действительно не очень-то много они все в принципе влезут в мед отсек пять человек у нас по-моему как раз пять коек да раз два три четыре пять а у нас их даже шесть ну все сейчас медики их быстро пролечат закончились запасы запчастей бывает зато у нас стало больше роботов плюс я еще три электроплаты купил чтобы они могли их быстрее делать сейчас очень много ресурсов уходит на роботов именно на их создание на поддержание в группировке роботов уходит куда меньше ресурсов так да сто монет они заплатили извините заплатили это хорошо надеюсь что этих точек обслуживания хватает ну вроде как да я не вижу что прям кто-то загибался недостатка так торговый корабль приземлился. Ну, пожалуйста. Да! Отлично! ДМК ГМО помидоров с комиссией 60%, а я всё продал. Ладно. Всё! Последняя технология. Отлично! Всё! Девять аптечек ему отдайте и готово. Ждём. Да что ж я микрофон уже второй раз туда делю. Извиняюсь. Всё! Отлично! Получено ДМК ГМО помидоров и достигнута технократия. Вы приобрели все существующие технологии. Всё! В принципе, у нас осталось с вами только до 100-300 населения, но это... Это прям чересчур. Нет, теоретически это возможно, но просто... Не вижу особого смысла. Но вот в чём я точно вижу смысл, так это в том, чтобы... построить огромный биокупол. Да-а-а-а. Вот здесь построить ещё один биокупол и всё-таки поставить ДНК ГМО помидоров. Но, кстати, можно и людей запросить, на самом деле. Охранников. Почему нет? Охранники-то всегда нужны. Пускай у нас пока будут приземляться. Так, всё, торговцы нам не нужны. Теперь. Итак, у нас уже, кстати, 9 роботов-будельщиков. Это очень хорошо. Это означает, что... Да, в шахтах в основном работают именно... К сожалению, у нас один робот полностью вышел из строя. Так, 3 охранника прибыло. Это очень хорошо. Да, роботы-будельщики почему-то забывают, что им надо в буровые идти. Ну ладно. Металл нужен. Нифига! О, на нас напали. Давайте посмотрим, как мы отобьёмся. Итак, 5 вооружённых нарушителей. Пока что убитые исключительно нарушители. Итак, вот у нас один охранник погиб. Всё? Ну да, всё. Но охранник один погиб. Ну вот, а вы ещё спрашивали, зачем я охранников? Ну не спрашивали, конечно. Ну думали, блин, кто тут ещё. Ну нафига тебе охранники? Господи. У тех и так полно. Ну вот, вам пожалуйста. Вроде как полно, а... Оу, биокупол строится. А, отлично. Ну а нахватит охранников. Давайте... Ой, не тех. Давайте инженеров. Так, отлично. Знаете, что я хочу здесь сделать? Построить... Генератор кислорода. И, возможно, вот здесь построить ещё один генератор кислорода. Ну-ка, пройдёт. Так, стоп. М-м-м, прибыли инженеры. В энергоколлекторе низкий заряд. А чё так? Странно, ну ладно. Я, наоборот, поставил кучу всего. Подождите, подождите, подождите. Ну неужели здесь никак нельзя пройти на эту сторону? Серьёзно, тут такая маленькая ограниченная база? Здесь нельзя пройти. Критический низкий заряд. Сейчас всё вырубится. Увы. Ладно, раз так. Так, пускай всё вырубается сейчас. Всё, если говорить честно, мне очень странно. Знаете, был просто полностью. И почему он не зарядился вообще? Просто пум-пум-пум. О-о-о, а вот снежная бури, это очень плохо. Это означает, что они сейчас опять не зарядятся. Ну ладно, хорошо, хоть я поставил эти самые вертушки. Всё, давайте пока воспользуемся случаем. С бабашем огромный генератор кислорода сюда. Ну и, соответственно, поставим спальни. Так, здесь, по идее, должно быть место ещё, как минимум, для одного. И я только что видел, что ты вставал. Вот. А тут ещё можно и маленький шлюзик забабашить. Просто отлично. Всё, ускоряемся. А, я же могу по цифрам. Всё, я вспомнил. Всё, я отключил. Люди могут пользоваться шлюзами, но, к сожалению, мы не зарядили вообще, да? Нет, зарядили. Интересно, почему вот здесь? Я полностью поднял, вот тут хоп, и тут прям совсем чуть-чуть поднялось, как будто не было солнца. А, может, ветра не было? А чё вы построили вот этот наш генератор кислорода в первую очередь строить? Вы чё? Сумасшедшие, что ли? Нафиг вы всё вот это-то строите, а не строите самое главное-то. Надо же строить первичное звено. А знаете что? Давайте вот это общежитие пока снесём. Общежитие без воды, без общежития обесточено. Это вот это? Это неудивительно. Успокойся. Ну правильно, потому что здесь нету соединения. Вот это соединение-то хоть кто-нибудь-то постройте. Входящий вызов. Большая группа раненых шахтёров. Ладно, дай им разрешение на посадку. Я всё-таки надеюсь... ...на то, что если я вот так, например, сделаю... ...то вот здесь я смогу всё-таки пробить. Вот так вот и вот так. Но, увы, видимо, нет. Да, нельзя. Ладно. Вот так соединяем. Здесь расставляем спальни. Просто обидно очень. Почему-то очень маленькое место мне для базы предоставили. Даже странно. Чем больше спален, тем лучше. Потому что всё-таки колонистов у нас уже много. Так что... ...решить вот эту вот проблему... ...со спальнями это полезно. Не то, что у нас прямо люди именно прямо валились от снога, им не было... ...валились сног от усталости, и не было места поспать. Но чем больше, тем лучше. И просто смотрите, в чём фишка. Например, биологам, которые будут работать, например, вот здесь вот, или вот здесь вот. Им в некотором роде даже выгодно, то есть спать здесь, те, кто работает вот в этом... ...вот в этой зоне, биологам в основном. Или медикам, им выгоднее спать здесь, поближе к месту работы. Чё, у нас пластик, что ли, кончился? Да ладно. Одеткий случай. Просто нет, самое забавное, что даже вот я бы расположил, например, вот эти вот все вещи... ...вот эти вот необязательные вещи, вот эту вот базу... ...я бы мог её расположить вот здесь вот. Вот тут вот. Но фишка в том, что я вот здесь перешагнуть не могу. Так, ладно, сейчас рискну. Давайте просто проверим. Просто проверим. Уничтожу космопорт на секунду. Только на секунду. Я его потом восстановлю. Сейчас вот так вот площадочками попробуем пройти. Я просто хочу посмотреть, неужели здесь действительно нельзя пройти? Может, просто космопорт так неудачно встал? Нет, можно пройти? Ага! Тут можно пройти. То есть, в теории, я могу... ...базу продлить. То есть, просто снести вот это всё. Вот это вот всё. Вот это вот. Вот это вот снести. И здесь просто продлить базу. Окей. Теперь понятно, что вот это я не могу удалить. Так, теперь удаляем все эти площадки. Попробуем поставить космопорт по-другому. Ну, давайте, 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 давайте. Вперёд, вперёд, вперёд. Убирайте это всё. Молодцы. Да. Ну, а так не работает. Но, к сожалению, у меня здесь уже стоит космопорт. Просто означает, что надо космопорт в таком месте ставить. Там, дальше? Видите? Не получается. Ну-ка. Так, ещё раз всё уберите. Хочу попробовать всё-таки сместить сюда. Хотя, конечно, бесполезно, по-моему. Но, тем не менее, попробуем. Угу. Вот. Максимально сюда. Ес! Ха-ха! Давайте здесь что-нибудь нормальное поставим. Ну, вот так хотя бы. Ммм? Вода камень точит. Нельзя тут ещё один шлют всё-таки прибабашить никак. Ну, нельзя и ладно. Так, ну что? Ма? Вот это уже лучше. Это уже лучше. То есть здесь можно вот так вот, да, провести. Поставить здесь солнечную панель. И теперь просто через неё всё вот это вот, вот это вот всё перенести вот сюда. Вот на эти просторы. Во. У нас тут, смотрите, какие просторы. Это всё можно застраивать. Видите, я камеру эту свободно кручу. Здесь где-то должен быть... Вот, вот она граница. Вот она, видите? Я двигаюсь и упираюсь в неё. Вот она. Вот это всё можно застраивать. Вот это уже не всё, да. Сограничение пожёстче. Но, тем не менее. Здесь куча полей. А вот это всё, вот это всё, после того, как мы снесём, мы можем сюда базу продлить. Вот так вот. И даже вот, вот прям всё это базой можно сделать. Вот это означает, что здесь столько спальных мест снесёт. Не, ну впрочем, вот эти вот останутся. То есть здесь вот это снесётся, мед отсек, в том числе надо будет снести. Вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это. Хренет, вот это можно оставить. Здесь можно вот так обойти. Но это так, на будущее. Потому что я не знаю, насколько мы ещё продолжим. То есть всё-таки, может быть, дойдём до трёхсот. А знаете что? А давайте так. Вы напишите в комментариях, добивать до трёхсот или нет. То есть я-то думал, что поскольку нельзя пройти, то есть я думал, что нам либо вот здесь вот удастся, но если я думал, что не удастся, я так понял, что не удастся, ну думаю, ладно. Значит, не это самое. Значит, раз мы здесь пройти не можем, то значит на этом всё. Но теперь я прошёл здесь. Теперь я могу вот это всё перенести вот сюда. А соответственно, базу продлить туда. Тогда нам хватит на место, на триста колонистов. Но по большому счёту, мы с вами выполнили все этапы. То есть осталась вот только консолидация, достичь населения 300 человек. В принципе, это не так сложно. То есть нам не обязательно даже обеспечивать этих людей работой. Нам самое главное обеспечить их едой и спальными местами. То есть по большому счёту. Это не так сложно. То есть здесь буквально это можно даже не всю базу убирать. Так подснести немножко. Ну построите полезные, может какие-то вещи. Но просто в целом они нам и не нужны. То есть смотрите, у нас с вами, например, по роботам у нас с вами 45 роботов-перевозчиков, 4 роботостроителя, 16 роботов-будильщика. То есть всё, с роботами-будильщиками мы разобрались. Так, давайте, кстати, посмотрим. У нас с вами исключительно роботы должны работать уже в шахтах. Да, исключительно роботы. Ну можно их довести количество до 20. Можно. Вот. То есть группировка роботов 50 перевозчиков. Вы можете увидеть, что тут даже некоторые роботы ни черта не делают. Вот он, пожалуйста. Видите? Два робота и ни черта не делают. Вот это непонятно, что здесь делает. Кстати, знаете, что, по-моему, он делает? По-моему, он ожидает ремонта. Возможно. Ну ладно, не важно. Ну, в общем, короче говоря, с роботовыми-перевозчиками точно там 50-ых за глаза. Они успевают работать по всей базе. Он склад пустой. Красота. Так что вот так вот. Как-то. Так что как-то так. Все. Ладно, в общем, короче, вот такая у нас с вами получилась база. Если уж, на всякий случай, если вдруг вы скажете, что да ладно, до дочи заканчивай. Хотя мне почему-то кажется, что вы так не скажете, но тем не менее. В общем, вот такая у нас с вами получилась база. Все основные этапы мы с вами выполнили. То есть. Ну, кроме 300 населения. Остальное это... Мы с вами купили все технологии. В принципе, у нас с вами весьма обеспеченная база. О, вот так давайте. С этой. С вершинки. Вот этой горы. О, красота какая. Я даже скриншотик сделаю. Вот. Мы с вами, в принципе, построили все сооружения необходимые. Мы с вами полностью... Ну, то есть у нас с вами вполне развитая база. Мы с вами проблем не испытываем. Ну, даже, там, тот же металл. Да, может, его там не так много. Не завались, скажем так. Но, тем не менее, мы с вами постоянно что-то строим. То есть, если бы не строили, то, наверное, на складах у нас с вами металл-то был бы. А так мы с вами постоянно что-то строим, поэтому... Неудивительно. Колонистов у нас с вами за 150. Роботов тоже до хрена. Как по мне, так... Ну, все. Вот я говорю, осталось только единственное вот довести количество колонистов, до абсурдного числа 300. Ну, как до абсурдного. Ну, просто у нас, откровенно, нету рабочих мест на столько людей. Я уж и так-то нанимал людей больше. То есть, вы, если посмотрите, огромное количество людей просто шатается и ни хрена не делает. Где у нас с вами бар, кстати? В основном, кто-то сидит в баре. Вот он. Ну, кстати, ни фига, бар пустой. Бар, кстати, пустой. Да, кстати, у нас генераторы кислорода не справляются. Надо их... Если будем делать там базу, продолжать, то первое, что надо будет сделать, это построить несколько генераторов кислорода. Чтобы они там кислород подавали куда больше. То есть, чтобы вот эти вот гнали воздух именно сюда, вот в эту сторону. Может быть, даже что-нибудь по центру удалим. Во-первых, вот эту столовку. И вместо нее поставим генераторы кислорода. Ну ладно. В общем, все. Давайте мы с вами на этом закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте, если видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК. Ссылочка в описании. Ну а с вами был Дода. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. А, и жду в ваших комментариях, добивать ли до 300 или нет. Все. Всем пока.